Всем привет! Другая жизнь снова с вами. Мы, естественно, продолжаем лесные похождения, ну, не совсем лесные, а лесно-речные, скажем так. Здесь новые места, сразу говорю, не были, не знаем, что найдем, что не найдем, что потеряем, лох его знает. Лес, горы, река. Мы здесь сейчас поле, мы здесь застановались, вот доходим до конца поля, вон туда, и вот она идет туда, в сторону, влево, вправо, где-то на той стороне реки было урочище, но нам туда не надо, вот, а нам надо посмотреть холмики по этой реке. Кстати говоря, вот за вашей спиной, вон там очень такая интересная гора. Здесь мы до нее доползем. Клеща много, сразу нацепляли себе на штаны, прям выйдя из машины. Такая красота! Праздники на дворе, погода хорошая, 0 градусов. За мной! Так, короче, как всегда, залезли в какую-то жужу, просто. Ну, смотрите, что делает, сейчас приближу. Сейчас чавкаю. И самое смешное, что мы стоим на горе, прям вот гора, вон она вниз уходит, то есть уклон уходит вниз, но тут болото. То есть редкие-редкие черные сигналы, ты его буквально вот столько земли снимаешь, и там чувак от начинает. То есть вот как так может быть, товарищи, кто у нас в земле разбирается, почему так? Посмотрели на Миндэ на карте, там тоже указано, ну, то бишь, заболочная. Там, по-моему, то ли синяя, то ли зеленая вот эта, заболочная местность. Как может быть болот на горе такого размера, непонятно. Сейчас будем как-то передислоцироваться, мы даже до реки здесь долезть не сможем. Смотрите, что делается. А река вон где-то, вот видите, где прогал, вон там. Ну, поле за машиной есть резон часа. А что там? Дорога через него шла. Сейчас попробуем вернуться к машине, да, там полян такая прикольная, с клещами. Вот, мы его попробуем, тогда, ёпт, ну, здесь без вариантов. Здесь и людей-то не было, скорее всего. Ну, да, чача жуткая. Лишь чача, да, на Миндэ синяя. Под штык, вот за штыком, то есть после глубины штыка, кап, всё, там просто жижа. Кап, что ли? Не, ну, снег-то уже закончился. Подснимем. Снег сейчас пошёл, о, какая хреновина. Ладно, спускаемся обратно вниз, смотрим, что там. Итак, рассказываю, что дальше. Вон наша гора, вот она. Перешли, и здесь у нас поля. Ну, естественно, когда-то они сеялись, пахались, но сейчас они благополучно заброшены. Вот, клеща много, но это ладно. Здесь, через неё, через эту вот поляну здоровую, ушла дорога от деревни. И вот как-то здесь, вот туда-туда-туда-туда. На глубине. Очень хорошая глубина. Я еле его заметил. Больше штыка. Вон, я сначала вынул вот эту фигню, ткнул туда пином, вон внизу. Ну, то есть, штыка полтора засёк. Знаете, какая хреновинка классная. Серебро. Потом отгуглим, а здесь уже металлическая часть. Это какой-то замочек. Вот здесь ключик вставлялся. Я думал, что это от книги. А ключик зачем? А на окне запирались. Да, может, чемоданчик какой был. Фиг знает. Ну, прикольно. Значит, всё-таки дорога вот она туда шла. Ну, куда-то, да. Почему не переезжаем в другой лес по причине того, что мы из дома двинулись только в час, наверное, даже не в 12. Ну, то есть, времени сегодня так не очень-то много. Рассчитывали до реки дойти, а хрен там дойдёшь там. Такое болото, что. Да, вот вам и глубина. Так что будет. Мы на дороге ставим, да. Значит, может быть, вот эти кусты по ней. Как-то я хрен знаю. Так и тут ни одного не было. Вот один. Поищем здесь. Посмотрим, что нам даст сия земля. У меня такое впечатление, что там сияное поле. Мне тоже так кажется. Ну, мы сейчас до тут дойдём, посмотрим. Так, скорее всего, мы действительно стоим на дороге. Потому что сейчас нашли от стола маленький осколок колокольчика. Вот, клещ. Покажу. Кто тут пролетел? Шмуль? Шмуль. Шмуль, ладно. Где её моё? Да вот. А ты попробуй на камеру. Вон они. Ну, попробую. Что? Подожди, сейчас. Ой, сколько их. Тут гроздь целая. Сейчас, сейчас, сейчас. Видите? Жареный клещ весенний. А вон ещё один. Давай ещё одних сожжём. Тут ещё больше. Сейчас покажу. Ой, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, подождите. Суки, сидят. Вот. Фокусироваться бы на них. Сидят. А ты можешь ладонь под них подставить? Вот, сидят на таких соломинах. Лиже. Всё. Попробуй прицепить с камерой. Фу. Размахлятились все. Один. Ну, короче, вон они. Видите, сколько? Ага. Смотрим. Жареный клещ 2.0. Здесь его каждый хрена. Ветер. Вот, главное ему лапы сжечь. Чтобы он цепляться с волочем был не зажигал. Ладно, ладно, дожигай. вот на каждом сухостойчики и даже зачастую наверху поведите на уровне пояса кажу много-много на этой салоне ну и бог с ним она крутимся крутимся Игорь Негода какие-то птички бегают по поле не могу понять какие попадаются какие-то находки конины там всякие и прочее прочее чепуха вы пока больше ничего интересного не было так вот так первая монета полевая прям как раньше лампы мутер по до залезы 29 года пятачок держи пойду вам черепушку покажем чья непонятно кто-то тут то ли трапезничал то ли погиб а ну тут не только черепушку тут кости а понятно походу делала сильный чего здесь в поле забыл то возвращаемся в сторону направления дороги продолжаем ее прозванивать суть по всему все-таки вот мы сейчас обратно поднялись вот тут она так и шла эта дорога находка она конечно и хорошие пулки плачевных скажу так сок пропеллера креста тут суеты это где-то наверное от 16 может 17 кресты были распространены такой пропеллер порезать жаль убитый то извиняюсь за ветер сразу сейчас пропадет вот там был пропеллер здесь прям на солнышке блестит офигенная пугай гирька выскочила такие я очень люблю сейчас попробую приблизить показать о четыре луча ножичка смотрите как и это не серебро это лавянская бронза но и очень хорошо сохраняется их очень люблю их собираю в нем много достаточно вот ну что-то сегодня дают и то хорошо так снег так улетел и сейчас тут очень снежная прилетала но что-то пока пока тишина выбрались с поля вот с покоса сейчас прошли вот эту клещевалью где замочек нашли или где-то здесь у нее шел я уже не могу вспомнить вот где-то там по-моему давно где ждать где был расколотый колокольчик господи ходим четвертый час все ели ноги передвигаем надо расхаживаться понемножечку вы как вы думаете что мы сейчас вот здесь нашли закопаем ямку он машин стоит уже идем к ней как раз-два пишите в комментариях но вот об можно витое кольцо дом монгол ой блин вот откуда но это чисто залетный совершенно просто видит для нет потому что здесь не поселуха это залет на кольцо здоровье значит здесь в то время люди жили это точно абсолютно тело тринадцатые века где-то грубо говоря может 14 ну короче они всегда тогда ну короче мы его называем до монголом господи шизови тысячи сегодня ну вообще замечательно сейчас что здесь покрутимся стрелку но пока да пофиг уже куда мне был пофиг я уже до такой степени чутка этим клещам да он сидит но он там под карманом мне кажется сидел отмороженный ну они да они такие неактивные они еле ползут дайк ну за это я думаю что мы лайки заслужили хорошо целенькая в принципе дали нам сегодня находок немножечко для разведки то хотели вообще одно хотели сами знаете лес вдоль реки а а шастали по полю по клещевали да вот такая вот интересность что друзья находились мы сегодня кружились кружились делать до монгольское кольцо нашли здесь на больше до монгольских колец не было я в общем ты не удивлен нашли ручку то ли от комода то ли отчет старинного и ухват то есть суть по всему когда-то там был дом может быть не один мы железо много да так бывает потому что несколько лет назад чай с клевером кстати говоря несколько лет назад в белозерске на каком-то зорчище не помню на каком также нашла должное витой кольцо такой же сохраняться у людей могло конечно вот лежала как вот у нас лежат монеты кстати было первое можно это который мы нашли вот такой сегодня был выход на ход немного разведка она такая сами знаете поджереньки катаются разведка она такая рассчитывали на лес получили поле причем когда выходили из дома такие поле не пойдем не ветер таки шлялись по полю в зачет уходит ложное витой кольцо естественную пугу гирька очаровательно я думаю что мы видели в принципе с другой стороны уже прикреплял много раз к видео информацию пройти пуговки чай это все значило все эти точки там обозначали землю пахотное поле много всяких был вот в следующем видео анонс небольшой выйдет следующие мифы истории и легенды миф про бабу-ягу посмотрите обязательно интересная штука такая получится как штука рассказ бабу-ягу а мы поехали отдыхать чинить коп-мобиль опять он у нас захворал спасибо что с нами гуляете спасибо что ставите пальцы делитесь видео обязательно подписывайтесь на все наши каналы цен youtube контакте инстаграме супер до в телеге в youtube я не помню сказал короче говоря спасибо что с нами гуляли всем здоровья и пока